Эй, всем привет, с вами Шоки. Ну и у нас близится Poe, Poe 3.2, и очень много народу хайпит, что вау, там новая лига, всё круто, там новые какие-то покемоны, всех надо собирать, сети искать. Ну в общем прикольно будет, как всегда перед новой лигой, много-много хайпа, много всякого веселья, все раздумывают о разных билдах. Ну и я в общем-то тоже не остался в стороне и тоже решил предложить свой билд для 3.2, так сказать, немножечко посидим по вангуем, это не ликстартер, то есть это не билд для первого своего персонажа, потому что он достаточно дорогой, он требует достаточно редких в 3.2 уников, и соответственно с него стартовать будет немножко убийственно. Это, ну, то есть я здесь накидал просто чуть ли не от балды, так скоренько-быстренько билдетский, чтобы просто вас порадовать, повеселить, ну и может быть какие-то комментарии получить по поводу того, что можно улучшить, что можно там поменять. Вот, ну да, давайте в общем-то разберемся. Естественно, самый хайпящий у нас в 3.2 это Джиггернаут, и я в общем-то тоже решил на нем сделать свой такой вот прибилд. Естественно, на Диктоник Страйк, естественно, на новый камень, тот, который добавят, и почему-то я хочу поверить в этот камень, не знаю почему, но мне кажется, что это будет весьма весело и интересно. Вот, ну да ладно-ка, давайте мы по пассивочкам пробежимся, здесь все, ну не знаю, не то чтобы может не идеально, мне почему-то не нравится, то есть я почему-то хочу что-то исправить. Больше всего мне нравится вот этот кусок, может быть потому, что я не особо люблю вот такое вот нагромождение пассивок в одном месте, но ветка вроде бы сбалансирована, немножко не хватает здоровья в ней, поэтому можно для хардкорщиков немножко урона поубавить и немножко хп добавить, то есть можно, например, вот эти пассивки на урон снять и вот здесь вот вкачать пассивки на хп, то есть здесь в принципе ветка взаимозаменяемая в плане пассивок и можно с ней легко играться. Вот, начиная мы, естественно, с мародера, можно взять вот эту пассивку, дает хп, немножко урона, дальше мы вот здесь вот забираем хп, дальше идем сюда в хп, здесь мы берем урон с двуручек, здесь мы берем хп, плюс дополнительное сопротивление к огню, берем, конечно, Endurance Charge, берем Jewel, здесь берем броню урон, ой, броню хп, здесь мы берем урон огнем, билд будет, естественно, Тектоник Страйк на огне, то есть это будет фулл огненный билд, вот, поэтому пассивки на огненный урон дают нам достаточно много, здесь мы берем хп, идем дальше вверх, здесь берем элем урон, тут берем еще один Endurance Charge, берем еще больше здоровья, тут берем доп Jewel, соответственно, здесь берем еще элем урон, берем хп, здесь урон по области, поскольку это, опять же, уешный камень, дальше идем, забираем обязательно элемент All of the Load, то есть это билд будет основанный не на резолютке, то есть мы будем критовать, нам доступен будет крит, вот, и, соответственно, для этого мы берем элемент All of the Load, чтобы на критах наш элем урон очень-очень сильно больше был. Далее мы берем здесь огненный урон, берем еще один Jewel Socket и идем в правую часть ветки, здесь мы, опять же, стандартно выходим в пассивки на область действия, это Mill Weapon Range, да, что, в принципе, повышает неплохо область действия нашего скилла, немножко урона, реген здоровья, сила, здесь, опять же, хп, ну, и здесь мы снимаем замедление при использовании нашего нагрудного доспеха. Дальше мы идем вниз, берем здесь урон огнем, в правую идем, берем урон с двуручья, кандрон с чардж, конечно же, забираем, это же Джиггернаут, далее берем Jewel Socket, берем хп и идем в лич, то есть здесь у нас весь лич собран, до него нужно, наверное, добраться, ну, не то чтобы в середине, где-то, наверное, левелу к 35-му, 30-му, желательно, наверное, уже взять эти личи, вот. Ну, и берем Iron Reflex, он конвертит весь наш у ворот в броню, вот эта вот пассивочка, далее вы, наверное, поймете, почему. Здесь не очень много ловкости, то есть, пассив... Эй, ты чего, с ума сошел? Все сломалось, ребята. Это не то. О, все, починилось обратно. Здесь у нас не очень много ловкости в ветке вкачано, поэтому снижение у воротов за ловкость нам, в принципе, большой роль-то не сыграет. Вот, и это что касается пассивок, если брать нашего Джиггернаута, то здесь мы, естественно, берем... Это, на мой взгляд, это просто лучшая пассивка всего Джиггернаута. Я больше всего в ПО и ненавижу Temporal Chains, то это не то, чтобы самое неприятное для меня проклятие, это, в принципе, самая неприятная вещь, которая меня очень бесит, которую я очень не люблю. И эта пассивка делает нас невосприемчивым абсолютно к Temporal Chains. Нас не могут замедлить меньше низшего порога, вот так, наверное. Опять же, нас не могут заморозить, нас не могут застанить. Пассивка must have. Здесь мы берем 2% регена здоровья, что неплохо. Мы снижаем по себе входящий урон, удваиваем броню от нашего нагрудного доспеха, показатель брони, и последняя строчка дает нам, собственно, выживаемость, потому что она физический урон, процент от физического урона, который мы получили за последние 10 секунд, нам восстанавливает в здоровье. Сюда мы идем, естественно, в дополнительный Endurance Charge, плюс генератор Endurance Charge. Тектоник страйк, я думаю, многие уже знают, это камень, который съедает Endurance Charge. Если мы съедаем 1 Endurance Charge при ударе Тектоник страйком, то урона Тектоник страйка становится больше, поэтому Endurance Charge нам нужны. И здесь есть неплохая генерация Endurance Charge. И идем вверх, то есть мы идем не вниз, а именно вверх, потому что внизу здесь эта пассивка работает только если вы находитесь на максимальных Endurance Charge. Здесь 8% снижения элементального урона по вам, если у вас максимальные Endurance Charge в данный момент. Поскольку мы бьем Тектоник страйком, и мы при каждом ударе 1 Endurance Charge тратим, то мы фактически никогда не будем находиться на максимальных зарядах. Эта пассивка для нас бесполезна, поэтому мы идем вверх. Здесь мы получаем урон за каждый Endurance Charge, получаем область действия за Endurance Charge, что в принципе неплохо. Вот, это что касается пассивок, вот такая вот в принципе ветка. Не знаю, может быть как-то здесь немножко можно ее переиграть и сбалансировать чуть-чуть лучше, но пока что так. Так, ладно, дальше давайте мы через скиллы перепрыгнем, перейдем сразу к шмоткам, потом вернемся к скиллам. По шмоткам мы будем использовать оружие Kongos Undyne. Она, в общем-то, дает нам hits can be awaited, именно поэтому мы не берем резолютку, потому что мы с этой пушкой не будем промахиваться никогда. Вот, дает неплохой физический ДПС, физический урон у нас будет переводиться в огонь полностью, это конверт, и соответственно мы будем иметь неплохой огненный урон. Также, в принципе, даются резисты, да, сопротивление разным стихиям, что тоже очень хорошо. Что также неплохо в этой пушке, это то, что у нее есть достаточно высокий базовый крит шанс, и в принципе даже немного разогнав этот крит, мы имеем неплохую вероятность на то, что мы кританем, и наш Elemental Overload будет работать. Вот, что тут еще есть полезно? Также мы получаем анслот на целых 4 секунды, если мы наносили за последние 4 секунды удар критический. Это неплохой буст по урону, потому что добавляется скорость атаки, ее достаточно много, поэтому урон тоже от этого неплохо возрастает. Плюс наша мобильность, опять же, мы прыгаем липслэмом. Пузо, Пузо Билли, ну да, все банально, ничего лучше я не придумал. Может быть добавят что-то поинтереснее в 3-2, потому что реально в каждой лиге, в последних уже нескольких, если это хороший билд на хп, то это обязательно Билли Оззабис. Тут ничего нового нет. В Амулете у нас обязательно Софт Блуд, потому что нам желательно иметь Аватар Огня, да, чтобы перевести остальной урон. Но остальное, потому что Тектоник Страйк только 60% физического урона переводит в Огонь. Поэтому мы, собственно, и берем Софт Блуд. Вот, если не играть через Софт, то придется брать Аватара, это тратит 3 пассивки, вот, поэтому в идеале, конечно, его иметь. Также он дает неплохое увеличение по силе, что добавляет нам хп и урона в ближнем бою, что тоже очень хорошо, да. Также дает 10% пенитру, мы реально будем пробивать 10% сопротивления к огню врага, поскольку весь урон огненный, конечно, это очень-очень-очень много урона нам дает. В шлему здесь есть две опции, ну, либо стандартный Devota Devotion, который, опять же, дает скорость атаки, да, что неплохо добавляет нам урона. Дает броню, дает эвэйджен, единственный, пожалуй, минус этого шлема в том, что не дается абсолютно никакое хп, вот. Поэтому я, наверное, буду использовать, и поэтому я вот сюда вот в прибилд положил Старконджу. Она дает, так же, как и Devota, достаточно много ловкости, а ловкость нам пригодится, потому что это все-таки Джиггернаут, да, и ветки ее не очень много. Вот, дает неплохое количество уворотов, а с пассивкой, с айрон рефлексом, да, у нас весь уворот переводится в броню, то есть она неплохо так по броне дает. Так же повышает немножко скорость атаки, дает немножко критов, криты нам нужны, чтобы элемент ловилот работал, чтобы работал анслот с пушки, а немножко критов нам лишним не будет. Вот, и опять же, дает огромное количество хп. Вот, эта башка лучше Devota в том, что она реально дает очень много здоровья, и это для нас, для нас очень неплохо. Вот, дальше у нас что? Дальше у нас идет, в общем-то, идут перчатки, да, получается, да. Перчатки, перчатки обычные, желтые, ничего не придумал, такого сразу в голову не пришло. Обычные желтые перчатки с базой, желательно на урон в ближнем бою. Можно закинуть в нее эссенцию, чтобы поймать полезные свойства и иметь ускоренное передвижение, да, то есть там есть эссенция, которая дает огромное увеличение скорости атаки, вставленную камням. Поэтому можно вставить вот эти перчатки липслэм и достаточно быстро передвигаться, быть очень мобильным. Ну, а в афиксах, в обычных, все стандартно. Много брони, хп, резисты там какие-нибудь полезные. Вот, может быть скорость атаки заиметь, может быть, не знаю, доп урон. Ну, все, в общем-то, обычные, желтые, полезные перчатки. В ботинках здесь, опять же, есть две опции. Я бы, наверное, отдал предпочтение рарным ботам, но давайте сначала поговорим о ДСДО. ДСДО это боты, которые дают нам один дополнительный эндучардж, да, это немножко урона для нас, это немножко области действия лишней. И самое, наверное, в них полезное, это то, что мы имеем иммун к бриду, то есть на нас не могут наложить кровотечение, и мы, соответственно, никогда его не поймаем. Вот, поэтому мы можем не ролить, в общем-то, на фласке сопротивление кровотечению. Здесь чего еще полезного? Неплохо, так, армора, да, 400 практически, это неплохо. Немножко резистов, что тоже хорошо, но здесь, опять же, нет совсем здоровья. Вот, то, что нет здоровья, это, конечно, плохо, потому что здоровье-то нам, в идеале, лучше разгонять. Вот, и поэтому я отдал предпочтение тоже, вот, опять же, в прибилде я отдал предпочтение обычным желтым ботам с ХП, с резистами, с броней, то есть, опять же, все, что полезно, то и берите. Мувмент спид на ботах в этом билде не особо важен, потому что все равно мы будем перемещаться липслэмом, и можно и без скорости передвижения. Боты брать, то есть, сделать упор на большое количество сопротивлений, большое здоровье, броню хорошую, вот, и пренебречь скоростью перемещения. В кольцах, вот здесь, в кольцах есть о чем подумать, обычные дамажащие кольца, да, это, естественно, те кольца, которые дают большую прибавку к элементальному урону с атак. Так, хорошую прибавку в этом уроне дает Детейминг, это уникальное кольцо, которое дает реально очень массивный прирост именно к элементальному урону. Вот, не знаю, насколько дорогое это кольцо или недорогое, черт его знает. Опять же, огромный минус его в том, что не дает абсолютно никакого здоровья, но при этом дает неплохо резистов, да, то есть, здесь 75% резистов в аффиксах, и еще и в имплиците немножко есть. Поэтому здесь очень много резистов и очень много элем урона, что, конечно же, хорошо. Дальше, вторая альтернатива этому кольцу, точнее, альтернатива этому кольцу, я обычно опал ринг взял, то есть, опал ринг, он дает в имплиците неплохо элем урона, можно закрафтить элем урон в аффиксах, плюс здесь можно взять то самое ХП, которое нам, опять же, очень нужно. Можно взять резисты, можно взять, даже не знаю, что там полезное, можно взять критов чуть-чуть, да, потому что все же криты нам нужны, не знаю, доп. урон к атакам, то есть, ну, здесь есть о чем подумать, и в плане колец здесь можно много так обыграть ситуаций. Пузо, ой, пузо говорю, пояс, тут я, опять же, ничего такого серьезного не придумал, то есть, обычный желтый пояс, много резистов, много здоровья. В идеале, наверное, взять пояс, в который можно вставить эбис джуэл, и эбис джуэл, опять же, с флат здоровьем, с хорошим уроном. Вот, ну, и здесь я закинул leather belt, потому что здесь просто не было стижен вайса, да, который дает нам, или там как-то стижен пишется, ну, в общем, нету здесь его, и так бы я, конечно, поставил пояс с дыркой сюда. Вот, это что касается вещей по фласкам, все ультра стандартно, то есть, здесь, опять же, ничего такого серьезного нового нет. Test of hate дает хорошую прибавку в физ уроне, ой, физ уроне, говорю, в элементальном уроне, в зависимости от нашей физы. И, кто задается вопросами, будет ли она работать, она будет работать, потому что перед тем, как урон переконвертится в огонь, сначала считаются на всем абсолютном белте добавочные уроны, то есть, сначала считается hatred, которая дает доп. урон холодом, Geralt of Fash рассчитывается, который доп. урон огнем дает, какой-нибудь added fire, damage test of hate, все это работает, не переживайте. Вы будете в итоге наносить полностью элементальный урон, но добавочный урон от вашей физики все равно будет работать от всех источников, тут даже думать не стоит. Поэтому test of hate, конечно, берем, это массивная прибавка по урону. Дальше мы берем Ysok, Ysok это фласка, которая дает нам пробитие сопротивлений врагов, то есть, дополнительную пенетру, пенетра, конечно, очень нам важна, и плюс она дает элем резисты. В случае, если на вас вдруг накинули какое-то проклятие, которое снижает ваше сопротивление, она вас будет спасать. Line Raw, опять же, ничего здесь такого сверхъестественного, большая прибавка к миле урону, что, конечно, в этом билде для нас очень важно. Aziripromise, здесь тоже все очень стандартно, огромная прибавка в уроне. Хаосом, да, и плюс есть неплохой лич, то есть мы имеем мана лич, лайф лич. Можно, в принципе, поменять на... Не, Dying Sun, короче, на фласку, которую дает Unholy Might, не помню, как она называется. Unholy Might это баф, который дает приличный такой хаос урон, который зависит от вашей физы. И, наверное, даже с ней будет хаос урона в итоге больше, чем с Aziripromise, поэтому стоит взять ее. Я, если честно, даже что-то забыл совсем про эту фласку, сейчас в голову пришла. По идее, наверное, она даже повыгоднее будет, но я совсем не могу вспомнить, как она называется. Поэтому давайте мы попробуем ее быстренько найти. Dying Sun это фласка Вицетова, правильно? Да, Dying Sun это фласка с Шейпера, поэтому это не она. А вот та фласка как-то мне совсем не приходит в голову. А, вот, да, Sins Rebirth, вот она. Sins Rebirth это фласка, которая дает нам Unholy Might. Unholy Might, как я сказал, уже дает хорошую прибавку в уроне хаоса в зависимости от вашей физы. Поэтому, наверное, Aziripromise есть смысл поменять на нее. Но вначале можно и с Aziripromise побегать, ничего страшного. Так, ну а последней флаской я выбрал обычную фласку, которая дает ХП и которая имеет иммунитет к кровотечению. Поскольку мы не берем Death Doe, мы, соответственно, ролим себе фласку с антикровотечением. Если мы берем Death Doe, то мы можем вместо нее, например, Aziripromise закинуть и играть на пяти уникальных фласках. Ну, не знаю, как правило, одну все-таки ХП-шную фласку лучше-то иметь, потому что она реально полезная. Не знаю, куда она у меня делась, исчезла, к сожалению. Вот, можно обратно закинуть, то есть, ну, не знаю, я бы, наверное, не отказывался, если вот эта ХП-шная фласка и играл на обычных желтых ботах. Вот, в джуэлах все, опять же, очень стандартно. Стандартно это обычные желтые джуэлы, ничего серьезного, много здоровья, какой-нибудь урон по области, урон с булавы, я не знаю, там, какой-нибудь урон в ближнем бою. То есть, все, что нам полезно, все очень стандартно. Дальше, переходим к скиллам. Здесь я взял Molten Shell, ну, здесь понятно, что будет Tectonic Strike, просто здесь его еще нет, поэтому я здесь просто взял Molten Shell. Хотел, кстати, Molten Strike сюда поставить, чтобы, типа, Tectonic Strike, Molten Strike, ну, короче, не важно. Вот, с ним вместе мы ставим этот Fire Damage, дает огромный буст по огненному урону в зависимости от нашей физы, это опять же работает, несмотря на наш конверт. Далее ставим Elemental Damage без атакс, это опять же дает огромную прибавку в уроне, или Physical Damage, это тоже все рассчитывается до конверта, и потом конвертится в огонь уже итоговая цифра. Берем себе Increase Toe, либо Kong Effect, в зависимости от ситуации, ну, опять же, на босса Kong Effect, естественно, Increase Toe на пачке. Ну, и Elemental Focus, последним линком, это опять же будет огромная, просто огромнейшая прибавка в уроне, поджог, ничего такого серьезного не дает, единственное, что мы теряем, по-моему, бонус от тайминга, да, то есть здесь дается Increase to Elemental Damage with hits, то есть от наших ударов за каждый поджог на враге, то есть если вы берете Elemental Focus, то брать кольцо тайминг уже не так полезно, потому что последний аффикс, по сути, никогда не будет работать, мы всегда будем бить атакой, которая не может поджечь. Но тут нас выручает второй набор камней, это Ancestral Watchive, поскольку мы бегаем с Soft Blood, а Soft Blood дает нам Аватар Огня, то 50% от урона конвертится в урон огнем. Я точно не знаю, вот это, наверное, стоит написать в комментариях, конвертится ли урон огнем, точнее, конвертится ли урон в огонь у наших тотемов, или только у нас, но мне кажется, что конвертится, то есть я думаю, что все-таки Ancestral Watchive, он будет бить огнем, и, соответственно, он как раз будет иметь шанс поджечь врага, и, соответственно, активировать бонус от кольца тайминг. Вот, поэтому здесь на Ancestral Watchive мы не ставим Elemental Focus, мы берем линки Elemental Damage with Attacks, Faster Attacks, что тоже полезно, Melee Physical Damage, Damage on Full Life и Kong Effect. Вот, такие бы я, наверное, камни поставил. Соответственно, если не брать кольцо до тайминг, то я бы, наверное, Faster Attacks поменял на Elemental Focus. Elemental Focus, наверное, даст больше урона, чем этот камень. Ладенько. Дальше у нас идет трех линк очень полезных камней. Это Blood Rage, Geralt of Ash и Haterd. Сюда, по сути, можно еще какой-нибудь камень воткнуть, то есть можно придумать, например, Blood Rage залинковать вместе с Enhance, с камнем. Enhance дает качество связанным камням, а у Blood Rage качество дает скорость атаки. То есть, в принципе, связка Blood Rage и Enhance даст вам неплохую прибавку в скорости атаки. Можно поставить Enlighten. Enlighten будет работать на Geralt of Ash и Haterd, и, соответственно, резервация мана у вас будет снижена. То есть здесь четвертый камень. Можно брать любой. Можете что-нибудь вообще другое поставить, то, что вам нравится. Здесь потом у нас идет четырех линк. Это Lipslam, Fortify, Faster Attack, Blood Magic. Это, опять же, очень стандартно. И это наша, в общем-то, основная мобильная опция. Опять же, можно воткнуть в перчатки, да, которые дают массивный бонус от эссенции в скорости атаки, и будете перемещаться еще быстрее. Вот. И последний четырех линк, опять же, максимально полезные камни. Это Самон Стоун Голем, который даст нам много регенерации, поскольку мы не берем Вал Пакт. Естественно, это бессмысленно, да, потому что у нас вот эта пассивка Джаггернаута дает очень много регенерации и здоровья. Поэтому мы, собственно, и Големчика тоже берем в регенерацию и будем восстанавливать ХП еще быстрее. Вал Лайтнинг Трэп, связанный с Increase Duration, он, этот камень даст нам неплохую прибавку в вроне против боссов, Шейпера, Убер Азири, там, да, и Убер Элдера плюс Шейпера, которые, опять же, нас ожидают. Здесь я бы, наверное, от этого не отказывался. Ну и Флэймобилити, который также слинкован с Increase Duration, это тот набор камней, который даст нам снижение сопротивления огню на врагах, и, соответственно, мы будем неплохо пробивать их дополнительным уроном. Можно как сделать? Можно, например, вот отсюда убрать одну ауру, Геральт оф Эш, либо Хейтрет, и поставить ее вот сюда вместо Флэймобилити. То есть у нас будет Вал Лайтнинг Трэп, Increase Duration и какая-то из этих аур. А сюда вместо ауры поставить Флэймобилити и Custom Damage Taken, чтобы Флэймобилити активировалась от получаемого нами урона автоматически. Вот. Минус такого выбора в том, что вы не имеете возможность поставить Enlighten, соответственно, не имеете возможность снизить резерв маны нашими аурами, и у вас останется... ну, я не знаю, сколько маны останется, если честно, надо по факту уже смотреть. Но мне кажется, что Лича должно хватать. То есть Лича вот этого должно, по идее, хватать. Его хватало абсолютно всегда и на Squake, и на подобные камни. То есть я думаю, что одной пассивки и на Tectonic Strike должно хватать. По цифрам тут смотреть, конечно, бессмысленно. Пока что нечего смотреть, потому что здесь Molten Strike, Tectonic Strike вообще никак толком не рассчитывается. Его здесь попросту нет. Поэтому по цифрам пока ничего не могу сказать. Но я почему-то хочу поверить в этот билд, как поверил в Циклон когда-то и, собственно, убил Шейпер без проблем. Так же хочу и в этот билд поверить. Почему-то мне кажется, что он зайдет. Может быть, я просто люблю Джиггернаута. Может быть, я просто люблю Мили Камни. Может быть, я просто люблю и то, и другое. И поэтому мне хочется в это верить. Но вот такой вот мой билд на 3.2. Стартовать с него, конечно, смерти подобно. Поэтому выбирайте что-нибудь попроще. Я, наверное, стартану с Некроманта. Потому что там тоже очень много нового и интересного. Не знаю. Наверное, вот... Да, как-то, наверное, так я и сделаю. Стартану с чего-нибудь простенького. А потом когда-нибудь перейду уже в этот билд. Ну, и давайте на этом, в общем-то, и закругляться. Все мы с вами обсудили. Ну, а с вами был Шоки. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.